Всем привет, с вами Андрей Санар и мы сделали это. Это моторная трансовая лодка целиком из аэрдека. За основу была взята классическая форма джонбота. Надо было начинать с чего-то простого, а джонбот одна из самых простых моторных лодок. Этот джонбот состоит из днища, надувных бортов, транса, переднего маленького баллончика, и вот такой жесткой пластины, которая сделана из тонкой 4-мм фанеры. Размер кокпита лодки поистине огромный. Ширина между бортами 114 см. Такого нет ни на одном надувастике, тем более таких размеров. Полная длина лодки всего 350 см. Для лодки с размером 350 см внутреннее пространство гигантское. Соответствует примерно классическим надувным лодкам от 450, наверное, и выше. Именно из-за того, что борта сделаны из эйрдека, получилось то, что нет никаких избыточных круглых баллонов. Поэтому и транец достаточно небольшой величины и простой трапециевидной формы, он просто сюда вклеен по вот этому вот периметру. Как известно, лодки джонбот, они созданы для работы в мелководье. Поэтому болотоходный мотор на него самое лучшее решение. Для того, чтобы компенсировать вес тяжелого болотоходного мотора, сделаны вот такие вот аналоги транцевых плит. Фактически это просто донышко, которое вот такими углами выходит за транец. Снизу по всей задней кромке днища сформирован интерцептор для облегченного выхода на глис. Самотлив сделан просто и эффективно. В углах транца просто имеются незакрытые отверстия, и вся вода, которая попадает в кокпит, будет сливаться сзади. Такая конструкция была уже отработана. Толщины днища хватает для того, чтобы линия водоизмещения не превышала вот этот уровень. Лодка плоскодонная. И сейчас мы не будем устанавливать на нее каких-то дополнительных систем стабилизации курсовой устойчивости. Нужно ее откатать именно вот в таком виде, когда нет ни плавников, ни ряданов на днище, чтобы посмотреть, как ведет себя абсолютно плоскодонная лодка под лодочным мотором. Также, если все испытания пройдут успешно, эта лодка станет заделом для выпуска новых подобных лодок, сделанных целиком из аэрдека, но уже более сложной формы. Например, килеватых катерочков или вообще даже катеров с полурубкой. Представляете себе надувной катер с полурубкой? Вот такой красивый, белый, с такими плоскими поверхностями. Это же будет просто огонь! Что дает аэрдек в плане дизайна? Посмотрите, ровные, красивые, гладкие поверхности. Совершенно не похоже на надувную лодку. И эти ровные поверхности можно покрыть различными рисунками, принтами, картинками. Сделать эксклюзивный дизайн для каждой лодки. Если вы видели сап-доски, разноцветные, красивые, на любой вкус, то к этой лодке могут применяться все те же технологии по раскраске, чего нельзя добиться в лодках традиционных, где сразу уже задается цвет, на такой баллон сложно что-то красивое накатать. А вот на аэрдек можно накатать любую-любую красоту. Еще я недавно слышал, что кто-то не доверяет жесткости аэрдека, мол, борта из аэрдека, они не выдержат нагрузку, если как-то давить на центр днища, что они как-то развернутся или подломятся, или еще что-то. Давайте проверим, так это или нет. Лодка вывешена, стоит на козликах. Кто-нибудь со стороны, посмотрите, здесь ничего не прогибается. Борта не ломаются? Не ломаются. Но это только я, 100 килограмм. Давай, сейчас наш еще конструктор сюда подойдет. Может ли сломать лодку? О! Не ломается? Круто! И учтите, что такой ситуации на воде-то не будет. На воде вода еще держит. А тут, вот, вывешено на кронштейне. Вот просто на подставочке стоит, вывешено, носом упирается в пол. Так что, с жесткостью более чем все в порядке. Не беспокойтесь. Лодка еще не испытывалась. Сейчас ее окончательно доделают. И после этого я поеду ее откатывать. Я еще не взвешивал эту лодку, но уже пришлось ее тут по цеху немножечко потаскать. И я обнаружил то, что она достаточно легкая. Это тоже очень важно. Вот такие новости. Ждите испытания нашего Джон Бота. Скорее всего, назовем ее бесхитростно. Джон Бот Эйр. С вами был Андрей Санар. Всем пока.